Всем привет! Хочу рассказать, что там с мамой дальше случилось. Маму выписали уже из больницы, она там была три дня, и ей сделали всевозможные анализы, тесты, и нужно было прицепить этот холтер, знаете, монитор. Ей приписали его на 48 часов, поэтому, когда его прицепили, ну не нас, а маму выписали, потому что когда ты носишь монитор, тебе нужна нагрузка, ты должен ходить, и она в больнице просто лежала на кровати, ничего не делала. И этот монитор, у нее был 48 часов, потом мы сняли, отвезли его на расшифровку, и снова сделали appointment к врачу, к лечащему кардиологу этому уже в феврале. У нее есть таблетки на три месяца приписаны, поэтому она пьет таблетки, потом еще придут анализы этого монитора. Но у нее причина такая, у нее там, как нам сказали доктор, два узла в сердце, один из которых не работает совсем, вот, и еще у нее есть экстра бит в сердце, вот у нормального человека тоже есть, но он идет один на сто ударов, а у нее один на пять ударов, то есть там 20 процентов лишнего. Возможно, это тот узел, который не работает, дает такой результат, непонятно. Вот, и вопрос даже стоит, что какой-то могут даже операцию делать минимальную. Ну, я не знаю, насколько это там она... В сердце может быть малоинвазивная операция, но посмотрим, что доктор скажет, что уже там дальше решит. Тоже записали к семейному врачу опять же. Я немножко лучше, потому что у нее были такие жесткие приступы, когда менялось давление, у нее ломало челюсть прям сильно, и спазм в горле был. Вот эти таблетки, которые она сейчас спет, она говорит, я слышу, как приступ хочет начаться, но он не может пробиться, видно, вот таблетки держит это все. Вот такая вот история. Ну, это хорошо, что это случилось, я себе так думаю, знаете, потому что здесь ее действительно обследовали все вместе и в одном месте, и в очень сжатые сроки, несмотря на то, что она была там на выходных, ее полностью вот обследовали. Если бы это было бы у нас, ну, во-первых, она и не ходила у нас дома на обследование, она не ходила к доктору, ну, как, знаете, как обычно наши родители забивают на себя, и все. Вот, так что вряд ли ей бы сделали такое обследование дома, и я думаю, хорошо, что это здесь все вылезло. Я, в принципе, так и хотела, чтобы ее здесь по максимуму все посмотрели, обследовали специалисты. Ну, она все-таки рвется домой, поэтому, я думаю, она уедет. То вот, пока зима, за это время нужно максимум пройти разных обследований, не только кардиолог, еще других врачей. Будет видно, что там будет дальше. Сейчас покажу в палате, которая лежала. Прикреплю видео. Вот так. Пока на данный момент вот такая у нас обстановка. Маму перевели в палату в кардиологию. На это ответственность. Уже робили стресс-тест, все записывают, все фиксуют. Пришла медсестра, приняла заказ з меню на обид. Супы, овочи, фрукты, бутерброды, мясо, рыба, все, что хочешь. О, это треска в лимонном соусе. Дезерт. Слушай, а это физически рухалось, или просто не активно? Ногами нужно рухать, не бояться, что тебя будет душить, что меня отключилось во всем. Такое состояние, как то, что мне уже тапеть, я уже не тюма ногами, а я уже ни ногами, ни рухами тут задыхаюсь. Тут уже все. Можем угощать вас. Да. Бутербродики, хлебчик, супчик куричи. Пельсиновый сок, фрукты, десерт. А мы могли бы тут разогнатися. Да. Там меню ого. Да. Ого. Можешь все съесть это все. Можешь все съесть? Чтобы выйти из лекарни здоровенько. Можешь все съесть. За волочку. За волочку. За волочку. За... Анечка. Чекай, ты бы сразу выплют. Ну да. Ложечку. За внучку. За жучку. Здорово. Нет, тут не права на капуце. Есть и поправлятость. Ну да. Удяю.